Недавно я на своём канале показал электродриль, ручную маленькую, сделанную на базе авиационного электромотора с редуктором. Я сейчас разобрал и показываю, как она состоит. Это электродриль. Это электромотор и это непосредственно редуктор. У этого электромотора была тормозная муфта. Это обмотка электромагнита, которая при включении электродвигателя разблокирует, растормаживает якорь. Это сделано для того, чтобы во время отключения, когда моторчик не работает, якорь, чтобы был заблокирован, зафиксирован, заторможен, чтобы он не крутился от вибрации. При включении тормозная муфта освобождает якорь и якорь свободно вращается. При выключении она тут же под действием пружины, тормозная муфта срабатывает и блокирует якорь. Теперь эта вещь не нужна и на ее место я ставлю абразивный кружочек. Для этого делал такую деталь. Она устанавливается на вал, потом ставится наждачок, ну и гаечкой, через шайбочку и все это фиксируется. С другой стороны здесь вот редуктор. Вот, собственно говоря, там выглядывает шестереночка. Это якорь электродвигателя и здесь двухступенчатый планетарный редуктор с коэффициентом 1 к 46. Вот первая ступень редуктора и вторая ступень редуктора планетарного. Так вот, как от него перейти к патрону? На одной из ступеней редуктора, вот на эту шестереночку, я напрессовывал вот такую детальку в переходную втулочку и её фиксировал штифтом. С другой стороны, значит, в эту деталь вставляется непосредственно вал, на который ставится патрон. Значит, вот вставляется вот сюда и штифтуется вот таким винтом. На этот вал с одной стороны напрессовывается патрон, вал ставится на двух подшипниках 8018U. Два подшипника. Вот так вот. Теперь эти два подшипника, на которых вращается этот валик, вставляется в этот вот корпус. Это вот самая сложная деталь, которая вот точится в рукопашной. Эта вот деталь вставляется в корпус редуктора и фиксируется через отверстие вот болтиками, винтиками. Фиксируется. Значит, вот это в сборе вставляется сюда, запрессовывается. Вот так вот. Вот выпадение, значит, фиксируется двумя разрезными стопорными шайбами или колечками с внутренней и с наружной стороны, в корпусе. Для этого в корпусе вот там выполнена канавочка. фиксируется, как производится потом сборка. Значит, производится сборка, это вот в корпус устанавливается этот валик и фиксируется. Затем вот этот уже с собранным валом вставляется в корпус редуктора и фиксируется винтами. Потом вот через вот это отверстие проходит вал, винтик, как бы валик, который фиксирует фиксирует вал на планетарной ступени. Вот так вот зафиксируется, закручивается через вот это отверстие. Здесь есть ещё одна маленькая фишечка. Чтобы закручивать патрон от руки, недостаточно фиксировать за вал электромотора, потому что коэффициент редукции очень большой 1 к 46 и не удержишь от проворота. Для этого есть вот такая вот штучка у меня на пружинке, которая входит в это отверстие, через которое входит стопорный винтик. Вот этот стопорный винтик. Вот там он будет выглядывать. И нажимая на этот винтик, он выглядывает внутрь, заходит внутрь вот этого корпуса и упирается, вот этот винт упирается, который винт стопорит вал с планетарной ступенью, упирается вот в этот винт и не даёт ему прокручиваться. Вот, собственно, когда я нажимаю, он упирается в этот винт и вал не крутится. То есть при замене закрепления или освобождении сверла, когда крутим патрон, значит вал упирается в эту оську и таким образом не даёт проворачиваться. В завершении есть крышка, которая накручивается. Это штатная крышечка. Вот такое устройство этой дрели. Ну и заодно устройство бормашинки. Тоже вот такой же авиационный двигатель. Вот я якорь вытащил. Такая же система с наждачком. Ставится вот такая переходная втулочка. Одевается наждачок. А с другой стороны переходная муфточка. Ну это, собственно говоря, втулка. С одной стороны она заштифтована на якоре, на валу якоря. А с другой стороны вот такая вот довольно-таки сложная деталька. Это валик. На конце этого валика цанга. И вот этой гайкой мы бор фиксируем в цанге. Ну а в валике отверстие под бор. Вот это вот длинный вал стопорится винтиком. Вот здесь вот эти винтики стопорятся через вот это вот отверстие. Значит, в корпус самой бормашинки это вот вытащена вот деталька вот такая переходная. Это вот крышка мотора, электромотора. К ней прикручена вот эта вот переходная деталь, в которую запрессован уже корпус стержень этой вот самой бормашинки. Ну и стопорится вот винтиком. Здесь есть отверстие, через которое идёт сборка, вот стяжка якоря с валом. Вот через это отверстие. То есть, когда окончательно всё собирается, через вот это отверстие винтиком фиксируется от проворота. Вот такая вот получается конструкция. Прямо непосредственно на валу электродвигателя стоит валик с цангой на конце под бор. Вот такая вот бор-машинка. Ну вот, после сборки получается вот такая вот дрелька небольшая на 27 вольт. Вот сверло поставил. И ноздачок. Вот. И получилась такая вот бормашиночка маленькая. Вот тут бор стоит маленький. И маленькая дрелька из авиационных двигателей на 27 вольт. И маленькая дрелька из авиационных двигателей на 27 вольт. Я отметил. Давайте опять, опять же. И сейчас я, кажется, я хочу плачуться, Вот так. Я хочу. Я хочу. У меня не Salvador. Я хочу. А я хочу. Я хочу.